Сразу на нескольких площадках в Саранске отметили Пушкинский день, узкоспециализированный в Национальном театре. Там мордовские поэты рассыпались на рифмы и метафоры. Более массовый вариант праздника прошел на фонтанном спуске возле памятника великому русскому поэту. Людмила Кусерова окунулась в атмосферу стихов. Рассыпаясь на мелкодисперсные рифмы и не сдерживая позывов к собственному творчеству, мордовские поэты в Национальном театре старательно посылали всех к Пушкину. Для них это такое новое поэтическое развлечение, приуроченное специально ко дню рождения великого русского поэта. Престарелые кокетки и садовласы и ловеласы, гремя своими неизвестными на весь мир именами, читали классика и мечтали когда-нибудь превзойти его славу. То по крышам отбитшалым, то к соломкой застучит, то как путник запоздалый к нам в окошке застучит. Вот это стихотворение до конца дочитывая, кажется, моя деревня. Татьяна Сафонова даже написала книгу о Пушкине и Мордовии. Связь между ними была мимолетная. Всего три остановки и один крутой поворот в Ордатовском районе. Но в честь этого даже установлен памятник. Мордовские поэты говорили долго и по созданным ими самими традициями непонятно. В это время на фонтанном спуске происходили более живописные и близкие простому смертному события. Одетые в костюмы героев пушкинской сказки про царевну лебедь, сотрудники библиотек готовились показать прохожим мини-спектакль. А зрителям на ум сразу приходили бессмертные строчки. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взор, и навстречу северной авророй звездой с севера. Там на неведомых дорожках, да неведомых дверей, там стоишь на курьих нож и так далее. Стоит без окон, без зверей. Вот, я вспомнил даже. Обязательно нужно вспоминать Александра Сергеевича Пушкина, потому что это наша история, это наше все. Праздник русского языка и торжественные празднования годовщины рождения Александра Пушкина в России официально объединили в конце прошлого века. Это еще один повод вспомнить, насколько богат наш язык и могуч его фундамент, который столетия назад начал создавать великий русский поэт. Людмила Кусерова, Александр Гурьянов. Наши новости.